Доброе утро! В эфире новости на телеканале НИКА. Памятники архитектуры не пострадают, руслаки станет чище и шире. Перспективы и преимущества строительства набережной в Калуге обсудили в городской управе. Инженеры, краеведы, метеорологи, архитекторы и даже представители организации содействия автомобилистам рассказали о возможностях, которые получит областной центр, если появится полноценная набережная. Говорили о разгрузке города от транспорта, очистке ливневых стоков и о том наследии, которое в результате реализации масштабного проекта получат потомки. А наша с вами задача заключается в том, чтобы построить это сооружение таким, чтобы это была жемчужина нашего города, чтобы наши потомки нас вспоминали добрым словом и говорили, что вот были люди, которые думали о перспективе города, думали о потомстве, думали о красоте нашего города. Калуга сейчас единственный город в центре России, у которого нет полноценной набережной. Необходимость ее строительства обсуждается уже много лет. И в 87-м году ее создание даже было внесено в генплан развития города. Тогда мечты осуществить не удалось, но возможность появилась сейчас, когда стартовала подготовка к 650-летнему юбилею Калуги. На строительство набережной будут выделены федеральные средства, причем их нельзя будет потратить на какие-то другие цели. Уже начались геолого-разведывательные работы, но сам проект пока не выбран. На данном этапе городские власти занимаются изучением мнения жителей. Чтобы это не выглядело в виде какого-то давления или призыва, давайте мы сейчас проголосуем с вами или давайте проведем референдум по поводу набережной, я бы этого не хотел. Будет необходимость, значит мы с вами проведем что-то подобие публичных слушаний, где, как я уже говорил, выставим вот эту экспозицию, пригласим специалистов в какое-то определенное время, дадим объявление, чтобы наши граждане могли прийти, ознакомиться, задать какие-то вопросы уже в таком рабочем нормальном режиме, познакомиться с этим всем и для себя сделать какой-то выбор. Впереди планеты всей. Россия готовит запуск уникальных космических обсерваторий «Спектр» для изучения Вселенной. Серия астрофизических проектов была задумана еще в советские годы, но стала реальностью только благодаря федеральной космической программе. К созданию аппаратов приложили руку экологические специалисты. О своих детищах они могут рассказывать долго, убедилась наша съемочная группа. Разгадать загадку Большого взрыва и приблизиться к моменту сотворения мира. В этом ученым поможет Всемирная космическая обсерватория под названием «Спектр УЭФ», работы по которой ведутся и в Калуге. Эта обсерватория – находка для мирового астрономического сообщества. В ультрафиолетовом диапазоне в космос еще не смотрел никто. Конкретно наш филиал занимается модуль вторичного зеркала данного телескопа. Это инструмент, отвечающий за качество изображения, то есть картинки всех звезд, которые мы будем наблюдать. И можно сказать, что именно в данном ультрафиолетовом наблюдении Вселенной мы сейчас идем впереди всего мира. Кровный брат этой обсерватории – «Спектр РГ». Его задача – изучение эволюции звездных систем, формирование нейтронных звезд и черных дыр Вселенной в рентгеновском и гамма-диапазонах. В целом на него возлагается перепись населения галактики в рентген-гамма-диапазоне. Это международный проект. На нем установлено на платформе «Навигатор». Установлено два космических телескопа, которые работают в рентген-диапазоне. Это телескоп «Арт-Х», немецкий телескоп, и российский телескоп «Эрозита». Создатель телескопов – одно из ведущих предприятий по разработке средств для исследования космоса – НПО имени Лавочкина. Его филиал находится в Калуге уже 25 лет. Все это время калужские специалисты занимаются конструкторскими инженерными разработками. Здесь моделируют, выпуская документации на узлы и системы космических аппаратов. Один из них – «Спектр Р» – внесен в Книгу рекордов Гиннесса как радиотелескоп с самым большим разрешением. На эти обсерватории также возлагают большие надежды. Когда мы сумеем реализовать данные проекты, то российские ученые смогут в приоритетном порядке проводить измерения. И уже мы будем диктовать мировому сообществу научному, когда и кто будет проводить измерения. Сейчас телескопы проходят испытания. Предположительная дата запуска аппарата «Спектр УФ» – 2017 год. Его поместят на круговой орбите в 53 тысячах километров от Земли. «Спектр РГ» покинет планету уже в этом году. Его выведут в точку Лагранжа за полтора миллиона километров от Земли. Мария Давыдова, Олеся Утятникова, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ. Спортивным разнообразием порадовали участники регионального первенства по палеотлону, а именно летнему троеборью. Более ста школьников из районов области в возрасте от 8 до 17 лет состязались в силе рук, быстроте ног и меткости глаз. А всесторонние – физподготовки молодого поколения. Ольга Золотина. Винтовки к бою. Чего бы не было в непостоянной программе, первый этап соревнований – самый спокойный – стрельба. Азарт нужно подавить волей. Пример выдержки молодежи показывает Анна Лучинчук. На этой площадке готовится ко взрослому первенству. Использует любой шанс для пристрелки. Но вот уже как полчаса ставится орудием на плече, не спуская курок. Это специальная тренировка в стойке. Чтобы тело сконцентрировалось и не так шатало. А сколько вы так сможете сопростоять? Ну, час могу. Что в этот момент происходит? Ну, мысли различные, конечно. Но в основном концентрация идет на мишени. Свой подход есть у каждого стрелка. Один из участников вышел на манеж со своеобразным глушителем из женского аксессуара. Прикладить ее. Полиатура. Ну, чтобы людей. Вот, например, если она даже не заряжена, она может попасть в людей. Даже если не заряжена? Ну, может быть, там пуля. Что-то может случиться. Да, там что-то может случиться. На безопасном расстоянии от болельщиков свои вторые конкурсные выстрелы делает самый юный участник, восьмилетний Денис Конюхов. Старательно пристраиваясь к слишком крупному для него оружию, он делает удачные попытки. Ну, почти всегда в черном. В школе было так скучно очень. И это... И я, ну, сюда пришел. А здесь интересно? Ну, почему? Ну, стрелять, на лыжах кататься. Разнообразие – главная стиму занятий палеотлоном. Спортсмены многоборья развиты максимально всесторонне. Главное, тут, говорят старожилы, правильным выстроить порядок тренировок. Ну, например, после плавания не рекомендуется делать бег на выносливость, да, потому что это будет не тот эффект, который для развития данного вида спорта. Нужно сочетать, иногда мы сочетаем по 2-3 тренировки в день. Это, допустим, стреляем, потом какую-то беговую часть делаем или метательный, метаем снаряд. А после этого уже переходим на плавание. Плавание в программе этого первенства не числится. Вторым номером идут силовые нагрузки. Мальчикам – подтягивание, девочкам – сгибание рук в упоре. Шестой десяток на отжиманиях разменяла Алина Кулакова. Выбилась в лидеры, но не побила свой личный рекорд. К сожалению, во времени я не побила свой рекорд. Мой рекорд – 75, но я все же стараюсь и думаю, что этого хватит до первого места. Вообще все отжимаются меньше мне всегда. В моей группе нет таких людей, которые отжимались бы больше. Поэтому я стараюсь для себя, чтобы получалось больше, получалось лучше. Для первого места к острому глазу. Если рук, нужно приложить еще и быстрые ноги и выносливость. Финальный этап соревнований – забег от 500 метров до 3 километров. В зависимости от возрастной категории. Он окончательно и определит лидеров палеотлона. Ольга Золотина, Андрей Сумов, телекомпания НИКО-ТВ. Весна все увереннее вступает в свои права. А значит, не за горами и старт весеннеполевых работ. Как перезимовали сельхозпредприятия региона и насколько готова техника? На эти вопросы сегодня в программе «Главное» ответят представители регионального Минсельхоза. Еще одной темой разговора станет развитие мегафермы. Телефон прямого эфира 557799. Присоединяйтесь, а начало в 20 часов. На данной минуте пока это все, но я не прощаюсь. Увидимся менее чем через час. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова